Термины, которые уже, наверное, по тысяче лет, и все этим пользуются, это вот можно воздействовать на энергетическое поле человека, и ему будет просто плохо. Конечно, перекладывать ответственность на кого-то всегда проще. Это же все равно ты переложил, получается, на порчу, на сглаз, на воздействие какое-то, но ты в любом случае позволил этому произойти с тобой. И эта цепочка твоих постоянных выборов в одну сторону привели тебя к той ситуации, в которой ты оказался. И в любом случае, куда бы ты ни обращался, придет момент, когда ты, во-первых, должен взять ответственность за свою жизнь на себя, и придет момент, когда ты должен уже делать. Помимо того, что ты признать должен и принять, ты должен начать идти. И вот эти два момента, они такие непростые, на них ломает очень сильно, что мы привыкли ничего не делать. Все вот сейчас еще, знаешь, там, вот обвешиваются там тумарами, там, всякими браслетами, какими-то со святых мест возят, да, и они, ну, как бы, я так понимаю, наивно предполагают, что это их как-то от чего-то защитит. На самом деле ты должен находиться в любви, в радости, это то состояние, которое должно быть постоянно. И тогда ты ни для кого недосягаемый. Чего бы на тебя ни делали, невозможно на тебя ничего сделать. Ты становишься уязвим тогда, когда ты в горе, в печали, в агрессии. То есть в любой негативной эмоции, когда она в апогее, ты себя не контролируешь, и вот происходит вот, ну, и ты даешь возможность людям на тебя воздействовать. Это твои реакции, только твои. И только твое дозволение, чтобы они говорили. Когда человек бегает из тренинга в тренинг, от мастера к мастеру, потом он начинает от гуру к гуру бегать, да, это, он просто боится жить, это избегание. И, скорее всего, знаешь, это нужно много-много, наверное, бывает, человек много-много проходит и потом начинает чего-то делать. А бывает, что это прям идет в какую-то игру. И он все навыки, которые получает на тренинге, он их не практикует потом в жизни. И, ну, это бесполезная трата денег и времени. Ну, в основном, ну, я не знаю, откуда он берет деньги, во-первых, на тренинг, да, и если за него кто-то другой платит, то ему по-любому это неценно, и человек не будет это ценить. И поэтому, ну, это перекладывание ответственности. Это мало-то вот на тренера перекладывание ответственности на тренинг, там, на себя-то не берешь. Некоторые перекладывают вообще там на своего прадеда, на то, что он бабушку там бил, и потом он, у него поэтому здесь жизнь не очень, карма у него плохая. Но карма кармой, но ответственность, это же твоя уже. И ладно, ты на живых перекладываешь, на мертвых зачем трогать? Все смешно просто иногда. У меня там карма в прошлой жизни, потому что есть какие-то штуки, конечно, там, и влияет это на тебя, но ты же сейчас здесь живешь, и ты должен взять и пройти свои уроки. Если ты пришел в эту жизнь опять заново, значит, какие-то уроки ты действительно не прошел. Ну, проходи ты их, зачем ты застреваешь, до чего? Пройди, иди дальше и радуйся. Сейчас очень многие люди уходят в духовность, да, и за ней прячутся. Я духовный, поэтому у меня нет материального, потому что я там гуру какой-то там куда-то вознесся там. Но твое духовное состояние, оно в любом случае должно отражаться вовне, на физическом, на тех же деньгах. Никто не говорит, что если у тебя развитая духовность, ты духовный человек, что ты должен быть бедным. И должна быть гармония между духовностью и материальным миром, потому что мир все равно материальный. Если ты духовно развит, то у тебя должны быть деньги. И больше того, что чем меньше у тебя гордыни, тем денег больше. Во всяком случае, по мне, возможно, это только мой урок, но примерно так. Чем больше эгорь, тем меньше денег. Чем меньше эгорь, тем больше денег. Продолжение следует...